Ундоровский музей отметил 30-летие и продолжает готовиться к переезду в новые здания. Современное оборудование, достойные площади и новые подходы к работе, которые здесь все просто горят. Илья Стеншин рассказывает, что будет и что уже есть в арсенале палеонтологической жемчужины Ульяновской области. Если экспозиция будет насыщена тем контентом, с которым можно будет все чаще соприкоснуться, что-то увидеть, испытать какие-то новые ощущения, эмоции, попробовать себя в роли палеонтолога, что-то нажать, к чему-то прикоснуться, это уже на сегодняшний момент наиболее интересно. В частности, в этом году мы создали лабораторию за стеклом, посвятили ей на часть одного из залов, в котором размещалась раньше история. В музее, в принципе, раньше состоялась природная экспозиция, палеонтология и историческая. Ни о чем мы не забыли. Естественно, и природа Ундории очень важно представить в полном объеме ее. И историческую, начиная с каменного века и археологии, все это важно. Но поскольку все-таки в музее палеонтологии все-таки едут сюда посмотреть, прежде всего, ископаемых животных, мы на время вынуждены были отказаться от этих двух составляющих нашего музея, которые больше представляют музеи, в общем, как краеведческие. То есть любой краеведческий музей из этих составляющих состоит. Поэтому мы на время от них отказались в пользу того, что в будущем музее мы это воссоздадим в новом облике, историю и природу. А 3D-лаборатория за стеклом. Для чего она нужна, а что она показывает? Собственно, очень много во входе экскурсии возникает вопросов. А где вы копаете? А как вы копаете? А что вы с этим делаете? И как дальше появляются эти экспонаты в витринах, на полках? Откуда появляются вот такие вот скелеты и реконструкции? То есть задача у этой комнаты за стеклом одна, то есть показать наше закулисье. То есть что мы, собственно, делаем с экспонатами, как мы проводим научную работу, как мы проводим фондовую работу, связанную с оцифровкой. Дальше современными технологиями. То есть мы показываем часть, как производится моделирование, часть работы, печать на 3D-принтере. То есть мы показываем и оборудование, и, собственно, ход по этапности этих работ до появления как продукта лаборатории макетов, моделей, точных копий и скелетных, и воссозданных внешнего вида. И вот, в частности, в этом зале уже можно сейчас увидеть череп мазозавра, телозавра, который, по сути, в точном своем исполнении воссоздан с подлинного черепа, который находится в Соединенных Штатах. То есть вот детальная копия, экспонаты, которые находятся далеко-далеко за рубежом, можно увидеть в нашем музее. Естественно, мы не останавливаемся. То есть сейчас идет работа над нашими рептилиями. То есть в первую очередь это плеозавр Лоус-Хан и Телензис, о котором мы неоднократно говорим. То есть сейчас мы работаем над воссозданием полного скелета. То есть работа уже подошла практически к завершению. Следующей стадией будет являться уже печать костей, то есть печать целого скелета. Музей – это не только полки и выставочные образцы. Это еще и работа в поле. В случае с Сундровским музеем чаще на берегу. Сюда же ведут десятки экскурсантов. Кайло, лопата, высокие сапоги и рюкзак для образцов. Каждый участник экспедиции находит свой инструмент и свое занятие в удовольствие. Люди ездят самые разные и за самым разным, конечно. Одним нужны именно окаменелости. Ради них они готовы буквально на все. Готовы эти самые булыжники, которые выше человеческого роста, буквально по пищенке раздробить. Ну и есть те, кто ходят ради хороших видов. Этого у нас тоже достаточно. В общем, разным людям нужны разные вещи. И сказать, в общем, то, что вот этим это, этим это, как-то не получается. Порой приходят за одним, потом видят то, что у нас лежит на берегу. Виды видами. А вот хотя бы те кусочки с перламутром, покрытые тем же перитом, а они как золотые бывают, уже начинается, вот давайте нам это тут. Совершенно по-разному. Но, выходя на наш берег, следует всегда помнить, что у нас не шоссе, не тротуар. То, что нужно быть готовым к то, что и вверх, и вниз, и чуть ли не ответственные склоны. В общем, все бывает. Музей собирается становиться научным центром. А это шанс для молодых специалистов-палеонтологов реализовать себя. Ундеры как центры притяжения ученых со всего Поволжи, России и даже мира. Эта мечта скоро станет реальностью. О воспитании кадров в регионе, конечно же, речь должна идти. И мы как раз стремимся к тому, чтобы, популяризируя направление палеонтологии, начиная с зала музея и продолжая его на источнике, на берегу Вологи, на заказнике, стремимся увидеть искорку в глазах. И, соответственно, стараемся не терять связь с этим человеком, чтобы в дальнейшем понять, возможно ли он, может быть, когда-то и придет, собственно, к нам. Вот, поэтому это очень важно, на самом деле. Пополнение кадров. В новом здании музея должны работать сотрудники, которые будут осуществлять планомерно не только экскурсии по экспозиции, на экскурсии по геопарку, вот. А в новом музее должно работать много специалистов, которые заняты, собственно, лабораторией. То есть препарированием, значит, подготовкой экспонатов для фондов, значит, научно-исследовательское направление, создание цифровой оцифровки и создание цифровых копий этих, собственно, экспонатов. В поиске 50 на 50 между опытом и госпожей удачей порой не видно разницы. Что откроет та или иная конкреция? Интуиции доверяй, но образец проверяй. На берегу очень много вещей, которые вот смотришь на нее. Точно можно сказать, что там внутри есть, и даже наверху вот видно. Но это булыжник, он, наверное, тон 100, если не больше, есть. Ну и как его? То есть на месте нельзя никак сменить? Ну, попробовать, конечно, можно. Но, опять же, скажем так, сам человек – это не отбойный молоток. А прочность этих камней может быть очень высокой. По сути дела, некоторые булыжники, в общем-то, даже и не коют. Потому что, во-первых, они очень твердые, а во-вторых, там, скорее всего, ничего и не будет. То есть можно убить время, силы, а в конечном итоге ничего не получишь. Дело в том, что изыскания на берегу проводятся уже, скажем так, далеко не первый год и не первые десятилетия. И, в принципе, более-менее известно, что вот в конкрециях этого типа ничего не будет. В процентах 99, потому что 100% не даст никто. Это всегда может найтись. Там, где ничего не должно быть, но вот раз и есть. Вдруг случилось. Да. С другой стороны, вот именно вот в этих, скорее всего, что-то может попасть. Но это не факт, что тебе попадет. Можно весь день ходить, колоть, 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 ничего не найдешь. В другой день пойдешь и, в общем-то, ничего не делаешь, а вот оно лежит. Окаменелая летопись края, останки гигантов, водившихся десятки миллионов лет назад на территории современной Ульяновской области, бережно сохраняются в Ундоровском палеонтологическом музее. За 30 лет своей работы он прошел путь от филиала до полноценного научного центра по изучению доисторических рептилий. Его работа, сотрудники, обращики ископаемой фауны, собранные по берегам Волги и уникальная геопарк Ундория, известна сегодня не только в России, но и за ее пределами. Субтитры создавал DimaTorzok